Вы загрузились в свою систему Linux. Открыть терминал можно двумя способами. С помощью горячих клавиш или через меню приложений графической оболочки. В большинстве графических оболочек открыть терминал можно одной из следующих комбинаций клавиш. Ctrl-Alt-T, Ctrl-T или пробел Enter. Или откройте меню приложений графической оболочки и откройте приложение терминал. Когда вы открываете терминал, вас ожидает приглашение. Это небольшая строчка, которую печатает сам интерпретатор командной строки, чтобы показать, что он ожидает ввода команды. Она содержит имя пользователя, краткое имя компьютера, на котором мы работаем, текущий каталог и символ доллара, показывающий, что мы работаем под простым пользователем. В моем случае имя пользователя APM, имя компьютера DEBHP и мы находимся в домашнем каталоге, что обозначается именем Tilda. Если бы я находился в каталоге документы, то командный интерпретатор бы показал бы это и написал documents. После входа в систему вы всегда оказываетесь в вашем домашнем каталоге. Домашний каталог – это место для хранения ваших личных файлов. Чтобы узнать путь текущего каталога, введите команду PWD. Чтобы узнать, какие файлы находятся в текущем каталоге, воспользуйтесь командой LS. Имена, начинающиеся с точки, соответствуют невидимым файлам. Чтобы увидеть их, вызовите команду LS с флагом A. Некоторые из показанных имен могут соответствовать под каталогом текущего каталога. Чтобы их было проще различать по типам, вызовите команду LS с флагом F. Флаги можно комбинировать. Переместиться в другой каталог можно с помощью команды CD. Можете воспользоваться клавишей TAB, чтобы командный интерпретатор дописал команду самостоятельно. Команда CD, вызванная без параметров, возвращает вас в домашний каталог. Команда CD с двумя точками, возвращает вас в каталог, содержащий текущий каталог. Две точки – это ссылка на каталог, содержащий текущий каталог. Одна точка – это ссылка на текущий каталог, то есть на каталог, в котором мы сейчас находимся. То есть команда CD точка переместит нас в каталог, в котором мы сейчас находимся, то есть ничего не сделает. Соответственно, когда мы вызываем команду LS с флагами AF, мы видим ссылку на текущий каталог и ссылку на каталог, содержащий текущий каталог. Основные команды работы с файлами. Команда touch – создание нового файла. Создадим файл с именем file. LS. Мы его видим. Команда cp – копирование текущего файла. Скопируем файл и назовем его file2. Команда mv – переименование или перемещение файла. Переименуем файл 2 в file2. Смотрим. А затем переместим file2 в каталог documents. Для этого указываем текущий каталог и содержащийся в этом текущем каталоге каталог документы. В текущем каталоге файл 2 нету. Переходим в каталог, к которому его переместили. Мы его видим. Команда rm – удаление файла. Удалим file2. Проверяем. Его нет. Переместимся в домашний каталог cd.ls. Создадим директорию, которая будет хранить наш файл с именем файл и пустую директорию. Директория создается командой mkdir. Назовем нашу директорию file2. И переместим туда наш файл. mv file2. ffile2.ls. Создадим пустую директорию mkdir voiddir.ls. Мы видим эту директорию. Чтобы удалить пустую директорию, воспользуемся командой rmdir voiddir. Чтобы удалить директорию или каталог, это синонимы, содержащую файлы, воспользуемся командой rm с флагом r. Filedir. ls. Переместимся в директорию documents mtr-base2. Посмотрим, какие файлы тут содержатся. Команда cat служит для просмотра содержимого файла. Просмотрим файл lab.tech. Как мы видим, большие файлы смотреть не очень удобно. Для просмотра содержимого файла с пейджингом воспользуемся командой less. Просматривать содержимое можно или колесиком мыши, или используя клавиши на клавиатуре j для просмотра вниз, k для просмотра вверх. Чтобы выйти из этой программы, нажимаем Q. Команды можно писать в одной строке. Для этого необходимо их разделить с символом точкой запятой. Например, lsa, pvd, 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 pvd. Также hr может выводить различные системные переменные. Шаблон имен файлов. Как видите, тут в директории у меня расположены обои рабочего стола с именем nature и дальше порядковым номером. Я, например, хочу увидеть все файлы, у которых порядковый номер содержит два десятка. Для этого я делаю ls, nature, нажимаю tab для автодополнения, ставлю двойку, потом ставлю знак вопроса и потом пишу точкой jpg. Таким образом, знак вопроса позволяет вместо своего символа подставлять любой другой. Также существует символ звездочка. Например, я хочу увидеть все файлы, имеющие формат .jpg. Для этого, чтобы было видно разность, создам какой-нибудь файл, файл, файл 2, файл 3, ls. Они у нас есть. Вот я хочу их отсечь. Для этого я пишу ls, звездочка, .jpg. Звездочка ставит вместо себя любую последовательность любой длины символов. Теперь я хочу удалить те файлы, которые я создал. Файл 2, файл 3. У них общее, что не все, начинается с буквы f. Для этого я нажимаю, набираю первую букву, ставлю звездочка и удаляю их. Проверяю правильность удаления команды ls. Как мы видим, файлы удалились. У командного интерпретатора bash есть история команд. Чтобы видеть, какие команды мы вводили для этого, нажимаем клавишу вверх на клавиатуре. Например, я хочу воспользоваться командой clear, которую я вводил ранее. Для этого я ее выбираю с помощью стрелочки и нажимаю enter. Команда clear очищает окно терминала. Также я могу увидеть историю команд с помощью команды history. Также я могу воспользоваться pipe. Pipe это оператор, который передает вывод предыдущей команды на вот следующий. То есть вывод history, оно передаст, например, команде less, которая предназначена для просмотра файлов с пейджингом. И теперь мы можем удобно просматривать историю команд. Также вы можете воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl-R, чтобы выполнить рекурсивный поиск по командам, на которые вы вводили, например, очень давно. Per sudo apt. Оно мне показывает ближайшую команду, которую я вводил с такими минимумами. Управление выполнением задач. Например, я набрал команду cat для просмотра файла, но мне файла не указал. Сейчас команда cat ожидает имя файла, которое оно должно прочитать. Но, например, я не хочу этого делать. Чтобы закрыть эту программу, я могу сымитировать ситуацию, конец файла, нажав сочетание клавиш Ctrl-D. Также из терминала я могу открыть какое-нибудь приложение, например, mousepad. Это текстовый редактор. Вот, текстовый редактор у нас открылся. И чтобы его закрыть, из терминала я могу воспользоваться сочетанием клавиш Ctrl-C. Команда для просмотра текущих процессов называется ps. Также могу воспользоваться командой top, чтобы увидеть более подробную информацию. Чтобы выйти из программы top, нажимаю Q. Очищу окно терминала с помощью команды clear. Я могу открыть программу в фоне. И поставить в конце знак апперсандр. В таком случае закрыть программу с помощью Ctrl-C уже не получится, потому что ее командный интерпретатор работает в фоне и не слушает наш ввод в терминале. Для этого я могу посмотреть ее номер идентификатора процесса. Для этого пишу команду ps. Вижу mousepad. Вижу номер процесса. Теперь я пишу команду kill и переписываю идентификатор процесса. Я закрыл текстовый редактор mousepad. Если программа зависла, то можно воспользоваться командой kill с опцией 9. Это неперехватываемый сигнал, который посылает сигнал программе о том, что она должна закрыться. Перенаправление потоков ввода-вывода. С одним из таких преднаправлений мы уже познакомились. Оно называется pipe-труба. Например, если вывод команды очень большой, например, lslr, который показывает нам все файлы во всех директориях, даже вложенных в эту директорию. Например, я могу послать вывод этой программы в программе ls для просмотра страниц с пейджингом. И я могу удобно просматривать эти директории. Например, я могу записать вывод какой-то программы в файл. Например, я хочу history, историю, и записать ее в файл. Для этого я пишу треугольную скобочку вправо. Теперь history.txt. Теперь вы видите, что вывод записан в файл. Команда grep предназначена для поиска по слову. Например, grep.ls. Я хочу найти все команды, где используются сочетания букв ls. Подам на вход этой программе только что записанный файл history.txt с помощью треугольной стрелочки влево. И теперь мы можем смотреть все наши команды ls. В операционных системах семейства Unix есть обширная документация по системным утилитам, по установленным утилитам, по программам с графическим интерфейсом, по системным вызовам, по всему, по всему, по всему. Есть обширная документация. Чтобы получить доступ к документации, воспользуйтесь командой man. Man, например, man. С помощью клавиши J и K вы можете перемещаться здесь. По документации с помощью Q покиньте you. Например, я хочу посмотреть документацию команды ls. И посмотреть, например, все ее опции. И, например, я хочу посмотреть man по системному вызову print. Или я хочу посмотреть man по CAD-системе LibreCAD. Или браузеру Firefox. Также осталась тема, которая выходит за рамки данного видеоролика и относится скорее к теме работы с файлами в операционных системах семейства Unix, в том числе и Linux. Создадим файл. Точный файл. Посмотрим. Чтобы посмотреть права всех файлов, права доступа всех файлов, надо воспользоваться ls с флагом l. d значит директория. Потом, следующие три. Это права для владельца. Read, write, x исполнение. То есть, чтение, запись исполнения. Потом для группы. Чтение и исполнение. Потом для остальных. Для всех остальных. Чтение и исполнение. Каждое право имеет свою цифру. Read 4, write 2 и x 1. И итоговое право определяется с суммой этих чисел. Например, изменим наш файл так, чтобы он был доступен всем только на чтение. Для этого воспользуемся командой ch-mod. Получается 4, 4, 4 и имя файла. Файл. Проверяем. Теперь наш файл всем доступен только на чтение. А давайте сделаем так, чтобы файл был доступен всем на чтение, пользователю еще и на исполнение. Для этого пишем ch-mod 5, 4, 4, файл. Проверяем. И, например, пускай также группа пользователя будет иметь возможность редактировать файл. Дадим право 6. То есть, 4 плюс 2, 6. Проверяем. Теперь мы видим, что владелец может читать и исполнять файл. Группа может читать и заменять. А все остальные могут только читать. Таким образом, за 15 минут мы рассмотрели азы работы в терминале. Дали хороший залог на развитие умения работать с терминалом в будущее. Спасибо большое, что смотрели. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok